Сплошь и рядом, да. Какой-нибудь там лозунг немецкий, помните? Боже, покарай Англию. Ну что это такое? Боже, покарай Англию. Это в Америке приходилось видеть эти надписи на... Нет, там есть ингод ведь фразы есть. Благодарю тебя, Господи, за то, что я ирландец. Да, наверное, да. Но есть самые разные. Самые разные. Есть самые разные традиции, скажем, в иудейской традиции. Есть среди молитв мужчина говорит. Благодарю тебя, Господь, что ты меня не создал рабом, что ты меня не создал женщиной. Женщина говорит гораздо разумнее, кстати. Женщина говорит, благодарю тебя, Господи, что ты меня создал такой, какая я есть. То есть женщина в данном случае... Это глубже? Гораздо глубже. Мужчина просто идиотство какое-то. Друзья, я тебе... Нет, ну, конечно, может, он считает, что женщина будет плохо. Рабом быть еще хуже. Но это уже, так сказать, вот так вот. Вот. А она говорит... Какая приличная. Она говорит, такой ты меня создал. Ну, слава Богу, понимаете? Вот. Так что это... Да, это мудро. Вот этот уровень там, Боже, Боже, покарай Англию. К примеру. Ну, бред собачий какой-то. Вот. Так что вот такие дела, да. Вот. Ну, вот видите. Вот Марцис еще спрашивает, не одиноко ли вам без общения с единомышленниками, коллегами, что вот нет Елизаренковой, Топорова, Гринцера. Ну, ушедший, ну, видите ли, во-первых, тот... Булыгин, залезняк. Да, да, залезняк, да. Ну, видите ли, я вам скажу, это единственный способ жить долго, это именно лишаться там вот близких. Близких или коллег, или... Это, так сказать... Это дар Александра Яковлевича, долгожитель. Нет, это почему-то тоже... Ну, есть же известное тоже такое шлок, окажется, индийское, что несколько вещей, они, кстати, есть в этом сборничестве, определены и частности, и срок жизни определены еще в материнской утрубе. Да, да, да. Там сказано. Вот. Так что нет... Любой хороший астролог в Индии видит срок жизни, по сути дела. А вы знаете, что у меня был такой опыт, если можно, я вам расскажу, с астрологией был у меня, нет, с... Хиромантией. С хиромантией. Здесь у нас в Петербурге есть очень интересный хиромантий. Да, вот у меня был опыт, хотя я хиромантией мало интересовался, но знаю, есть даже какой-то в Санскрисе трактат по хиромантии. Что-то такое есть, да, да. Может, в этом что-то и есть. Ну, вот я вам скажу то, что произошло со мной. Как говорится, в разгар моих путешествий. Это состоит, может быть, так, из... Я это тоже, по-моему, уже когда-то имел службу. Это состоит, допустим, из двух сцен. Из двух, так сказать, актов. Первый акт. Я нахожусь в Японии. Это был начало сентября 1982 года. Я, к сожалению, это был единственный раз, если бы я как-то уже вряд ли на это не потяну. Я был две недели в Японии, конечно, бы еще разок. Вы были здесь? Вот, нет, я вот... Ну, у вас только времени... Придвери. Ну, вы что там окажетесь, даст Бог. И я, значит, читаю в какой-то газете английской, что вот, оказывается, то ли, 5 сентября, какой-то праздник, там идут люди, несут какие-то изображения, там рыбы, еще кого-то. Вот такой праздник. И он там-то, там-то, там-то. Ну, я туда поехал. Ну, действительно, такая, как бы, отчасти, как бы, ярмарка, отчасти такое народное гуляние. На земле сидит на коврике старый японец, который, значит, там вообще в разных странах это часто. У него, значит, перед ним какой-то листок с диаграммами, там, янтрами, ну, там какие-то мандалы какие-то, какие-то знаки. И он, так сказать, он, видимо, очевидно, предсказывает будущее. Совершенно очевидно, что, ну, значит, он, я к таким вещам обычно не, так сказать, участвовал в них. Я просто иду и оглядываюсь. Вдруг я вижу, что он на меня смотрит, и меня манит к себе рукой. Я что-то так немножко то ли расслабиваюсь, что вот, мол, так сказать, нет у меня надобности обратиться к нему. Понимаете? Вот так вот. Ну, он меня продолжает манить, но я к нему подхожу. Опять, с тем же видом, что я, так сказать, конечно, его очень уважаю, но не собираюсь быть его клиентом. Он берет мою руку. Что-то, значит, смотрит на мои ладони. Потом он делает три жеста, которые я понимаю сразу однозначно. Ну, вот я вас сейчас повторю. Вот вы, наверное, тоже. Вот буквально. Я понял так, что через пять лет от сердечных проблем я отправлюсь на тот свет. Ну, да. Я на это особого внимания не обратил. Ну, мало ли, что может быть, так сказать. Значит, он мне дал пять лет. Вторая сцена происходит через три года. Я нахожусь где-то на берегу в Юго-Восточной Азии, то ли в Таиланде, или еще. Калькаюсь в Таиланде. Захожу в кафе, так сказать, вечернее, что-то там заказываю. Рядом за столиком, рядом, сидят две дамы. Одна, видимо, англичанка, другая – таиландка. И таиландка смотрит на ладони этой дамы. И они говорят по-английски, таиландцы. Не так много говорят, но все-таки говорят. Вы были в Таиланде, наверное? Говорит что-то по-английски. Я рядом что-то пью чай, что-то взглянул, что-то какая-то реплика последовала. В общем, что-то, обмен какими-то репликами. И эта таиландка берет мою ладонь. Смотрите, как они к вам тянутся. Берет. Я уже не помню, то ли я что-то сказал по поводу, что вот она, поскольку она явно что-то гадала этой англичанке. Она говорила на английском. И тогда эта таиландка глядит на мою ладонь и произносит другую фразу, но абсолютно совпадающую с тем, что сказал. Дело происходит тоже в начале сентября 85-го года. И она мне говорит, в таком-то возрасте вы, так сказать, уйдете на тот свет. Без лишней, так сказать, как говорится, нищетя меня. Причем она называет именно тот возраст, которым, согласно японцу, через два года исполнится. Он мне дает пять лет, проходит ровно три года, и она мне в других словах, то есть называемый возраст, который будет в другом году, дает тот же самый срок, глядя на ту же самую руку. Так, сегодня 30 июня 2019 года, дорогие друзья. Да, да, да. Это вот. А это было, значит, в 85-е. То есть это было уже больше, больше 30 лет. Потрясающе. А что вы почувствовали при этом? Погодите, это должно сознаться на меня уже по 10 словам больше, чем первое, чем вот японское, как сказать. Это уже слишком. Нет, ну ведь нет. Я начал рассуждать разумно. Я решил, скорее всего, у этой японки, у этой Таиландки одинаковые принципы гадания. Я начал, тогда я начал вглядываться, и мне показалось, что где-то вот в линии есть какой-то пробел. Вот идет бороздка, потом что-то, пустое место, а потом она дальше идет. И я, может, это было без грамот, может, вообще нет оборозка я эти специальные. Но это на меня слегка подействовало. Вот это. Но я решил, ну что делать? Ну буду жить? Ну сколько буду, столько буду. Это был сентябрь, как я уже говорил, через месяц уже надо было думать о возвращении в университет, уже преподавательство. Начинался учебный год. Вы серьезно, тем не менее, не восприняли это? Нет, я уже сказал, на меня нет. Ну опять же, я не то, чтобы стал готовиться к уходу, но это на меня действительно произносило значительно большее впечатление, чем вот японская эта сцена. Ну потому что она в иных словах, она сказала абсолютно то же самое, посмотрев на ту же самую руку. Но я и говорю, тут разве что голос разум, ну у них абсолютно сходные какие-то эти, ну и вероятность, что это совпадет, очень велика. Если у человека одна схема, он сколько здесь, значит, складочек, столько там будет детей, или столько лет в таком-то состоянии. Да, да, да. Ну просто, ну вот совпало по методике сходной. Ну а почему это самое, это не могло быть по японской традиции, откуда-то взято, может, через тот же Китай, кстати, потому что Таиланда, они родственны южнокитайским племенам, Япония вообще влияние культурное, Китай испытывала. Да и типологически могут быть сходства. Так что это все очень, так сказать, понятно. Так что я был, если не вполне уже стал готовить, но я был, я именно так, и это на меня гораздо большее впечатление. Ну этого я не могу отрицать. Ну, наверное, даже очень многие при таком совпадении бы задумались. Но я себе продолжаю жить. Проходит два года, значит, очередное лето и осень. Я уезжаю, как всегда, потому что я из-за этого буду дома ждать. Поедете в Бенарес. Да, в Бенарес, и чтобы уже, хотя вряд ли меня по всем обрядам стали бы там сжигать. Ну, стали бы сжигать на Харишчандра-Гхат. Там иностранцы могут. Там могут быть, да. Там могут, хотя, по-моему, в некоторых версиях о них очень жестко все это. Предусмотрено, потому что уже для меня так не действует. Там карма, уже нет, так сказать, кастовых принципов и прочих, и прочих. И, видимо, я по каким-то показателям, вообще человек там запада, не может подойти под это. В этом смысле, кстати, они более изолированы, нежели буддисты. Конечно, они изолированы. Они вообще и... Но есть случаи, если человек умирает там. Есть возможность, что его сожгут. Но не на маникарнике, ни в коем случае. На Харишчан. Понятно, да. Там же, где низкие косты. Да, понятно. Или ты равен низшей косты. Ну да, ты млечка, ты даже не низшая косты. Ты никто, ты варвар. Ты варвар, да. Ты варвар, да, который губит одна из аватар вишны, как раз, как известно, губит именно млечка. Да, млечка как, даже не конкретный, а как более собирательное такое. Да. Хотя млечка, это, наверное, может из звукоподражания какого-то имени реального племени, которое там было. Возможно, да. Наверняка. Ну, неважно, значит. Я в это, ну, я что думаю, ну, что я буду сидеть дома и ждать начала сентября, да. А у меня как раз, ну, перед этим, значит. Значит, теперь так. Я, значит, путешествую. Приходит сентябрь, а где-то в каком-то месте. Ничего со мной не происходит. И что интересно, может это самовнушение. Я это допускаю. И я всё рассматриваю пристально вот эту злосчастную бороздку. Мне начинает казаться, может казаться, а может это самовнушение, что вот в этом пустом месте какая-то тонюсенькая бороздка появляется. Я так и знала. Которая соединяет эти... Вы силой воли изменили свою линию жизни. Я это не так. Вот видите. Потому что говорят, что это возможно. Вот вы волюнтаристка всё-таки. Потому что мне такое объяснение в голову не пришло. Что я способен силой воли создавать себе где-то эти самые бороздки. Да нет. Я такой же... Анна способен. Во всяком, да. И я с тех пор, ну, как вы видите, вот существую. Один знакомый выразился так. Это они там, а тебе перерешили. Он так выразился. Ну, а в связи с чем вот это интересно. Он сказал так, а тебе там, значит, что-то было решено, но перерешили и оставили в этом мире. Вот так. И всё. Вот так это прошло. Но, конечно, это мне запомнилось. Потрясающая история. Конечно. Наверное, это бы любому запомнилось, я думаю. С вами похожих не было. Похожих не было, но мне рассказывали люди, занимающиеся хиромантией. Вот у нас здесь есть очень интересный Николай Борисович Ганин. Он преподаватель, по-моему, математики в технологическом институте. Он технарь. Понятно. Занимается вот хиромантией в том числе. Занимается очень грамотно, надо сказать. Видите ли, я вам скажу, самый, вы понимаете, так сказать, это, опять же, глубоко заложенная вещь, что человек, видимо, опять же, в результате вот имеющегося порога, так сказать, он, у этого порога есть какие-то, так сказать, видимо, негативные воздействия на нашу психику. Поэтому культура человеческая, совершенно универсальна. Самые разные субкультуры, первобытные культуры и сегодняшние создают арсенал средств, будто бы, или там, сознательно. Трансформирующих порог. Создают. Нет, нет, нет. Вражать нельзя, но можно создать на разных уровнях то, что сегодня называют футурологией. Человек создает систему каких-то знаков взаимосвязанных. Это может быть гадание на кофейной гуще. Это может быть, как в Древнем Риме, по полету птиц. Это может быть гадание на картах, на Таро. Самые разные способы. Это могут быть сны, сны это всюду. Но ведь индийской джотише очень много тысяч лет. Ну, я знаю. и это вполне серьезная наука. У меня, кстати, был перевод одной вещи. Он вышел в трактат «Свапно-чинтамани». А, да-да-да-да-да. Я даже хотела спросить. Это вышло в Владомире. Да-да. Почему вы вдруг решили вот таким переводом «Свапно-чинтамани». Ну, просто мне было интересно. Просто и все. Вот видите как, не просто так вам. Нет-нет, ну, нет, ну, нет, ну, сны вообще меня... Видите, как тексты выиграли. Сны меня интересовали очень. Я тоже, я довольно рано, тоже в юности прочитал толкование сновидений Фрейда и какие-то вещи. Потом меня очень интересовали совпадения типологические. Вот. И я просто, это Джагадевы трактат 13-го, кажется, века примерно. И я перевел это маленький трактат. И он как раз вышел, вот, кажется, в издательстве «Ладомир» году в 96-м. Что-то так вот. Я, да, вот. Значит, может его и переиздадут. Какого-то доклад на зогровских чтениях. Зогровские чтения вот проходят у нас каждый год. Да, я знаю. И у кого-то был доклад как раз на тему вот этого текста. Нет, ну там элемент толкования его находят и в Брахмана где-то, и все. Нет, там и целая теория сновидения, это уже другая. Состояние, так сказать, бодрствования там, сна, глубокого сна, без сновидения, наконец, трансцендентное состояние Турия, четвертое буквально. Турия Тита существует, пятое состояние, которое... Турия Тита. Которое за пределами даже Турия. В этой классике оно как четвертое. Да, четвертое, но есть еще пятое. Там Джагарита Астхана, Свапна Астхана, Сушупта Астхана, и вот Турия. В этой... Турия, собственно, и есть четвертое. Она есть в частности... Ну, четвертое, да. Она в частности, его панишадок есть, да. Понятно. Так что это вообще вещь очень интересная. И вот это один из... А сценарий этих средств тоже общая, так сказать, культурная, вот, связанная с сновидениями. То есть пытая... То есть... Но все это в желании, так сказать, уменьшить, как бы, вот эту энтропию, уменьшить неопределенность собственного состояния. Это глубочайшая потребность, которая всегда в человеке проявляется. Именно потому, что нам вот чересчур высок порог и в силу этого создается какой-то дискомфорт. Ты совершаешь какой-то шаг, то есть какой-то шаг происходит в твоей жизни, и ты не знаешь, что будет. Так вот, люди придут, а я вот опрокину там чашечку с кофе, и я увижу, что со мной будет. Или я посмотрю, как вот по небу птицы летают, и я пойму, что со мной будет. Это очень облегчает жизнь, конечно. Как вы понимаете, никакого порога менять не надо. Ну, это что-то на уровне сигареты или бокала вина. Я пойду к цыганке, я пойду к хироманту. Да. Масса, масса самых разных ой, способов тут. То есть все, что может предоставить жизнь. Ну, а как же элемент благодати Александра Яковлевича, вот, которая является непредсказуемым. Кстати, вот в христианстве, это вообще считается грехом. в системах, это совсем другой подход. Благодать. Которая является и приподнимает или уничтожает этот порог полностью. Да, и человека вообще вводит в право. Это то, что или на нас не сходит, или нет. Абсолютно непредсказуемое вот понятие щактипаты, особенно вот у кашмирцев это было развито. Ну, понятно. Нет, ну там вот таких оперирований с состоянием сознания, там же это очень развито. Да. В частности, в Кашмире. И вообще такой вот момент, в частности, момент иррационального, он вообще очень в шиваизме всегда силен. Понимаете, это вообще очень интересно. И сказать, правда, она в разных, и скажем, к шиваизму, пожалуй, вот то, что связано с течениями, близкими к тантре, опять же, очень ярко выражены, в частности, в шиваизме. Хотя есть и в других рамках, да. Вот. Так что, это понятно. Нет, в каком-то смысле шиваизм, тем более, а даже, кстати, есть такое, Шива и Дионис есть это, у Кере, не помню еще. Да, что-то было такое. Есть такие. Да, да. Это как раз очень интересное. Не помню. Да, 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 Дионис. Вот, именно связанное с экстатическим аспектом религии. Да, да, да. Не скажем, не это аполонический. Аскетическое, аскетическое, экстатическое, аскетическое, экстатическое. Ну, видите, аскетизм, он и вешнуизм, здесь, да, немножко, да, и в каких-то течениях. Ну, понятно, да. Но вот что я хотел сказать. Это вот такие, такой вот арсенал, он, таких вот, как бы, уменьшения неопределенности будущего. Он действительно, его он называется, так сказать, универсальным стимулом, ну, и, конечно, типологичным. Хотя есть страшно интересные вещи. Есть сходный, вот на это, иногда пытался обратить внимание в комментарии вот к этому переводу, обратить на параллели в других традициях. Когда сходный, скажем, не только в Индии, скажем, юг, царство бога смерти, негативный, но еще есть параллель. Хотя тут могут быть и не выходящие за пределы случайных совпадений. Но все равно есть очень интересный, как говорится, и методологический подход, так сказать, мета-теория снотолкования, когда, скажем, важно деление снов на вещи и не вещи, на сны, которые тебе снятся сразу как-то засыпаешь или ближе к утру, например, да. Они действительно очень разные. Чем позже сон вот в этой традиции индийской, тем он более вероятен, тем он более вещий. Поэтому, скажем, конкретная рекомендация. Если вам что-то хорошее приснилось вначале, вот, то вы заснули, лучше вам больше уже не спать, не дай бог что-то, и просто, ну, и молиться основную часть. Вот. А если вам что-то приснилось уже плохое иногда, тогда постарайтесь заснуть. Может, вы что-то увидите к утру хорошее, что будет иметь большую весомость. Это будет более весомо, да. А что, нужно сказать, как себя вести в зависимости от хода ночи, от последовательности сновидений, да. Ну, как же. Это все никогда не пробовал, никогда не пробовал, а сны бывают очень интересные, но это чаще типа кошмара, детские, которые очень запомнились. Детям всегда снятся кошмары, мне кажется. Очень-очень интересный сон, который я нашел аналогию, уже позже гораздо, когда стал читать Набокова, «Другие берега», его автобиографию. Сны, связанные с огромными числами, огромные астрономические цифры. Непонятна сама природа страха, но тебе называют цифры, которые растут в какой-то страшной пропорции, даже не геометрической, это необычайной. То было там 2-5, а потом уже какие-то миллиарды, а потом уже непонятно. То есть прогрессия не такая постепенная, скажем, натуральных чисел, простых чисел, а вот такая, понимаете, сразу взмывающая вверх. И самый кошмар и страшный тягостный они во сне, ну почему же так? Почему же за этой двойкой сразу идут миллиарды? Я не очень точно это передаю сейчас, но вот такое ощущение. Такое индийские тантрики вы назвали это «Кала-Бхайрава». Кала, да. Это связано со временем. Другое и само Кала имеет ряд коннотаций, как известно, очень иногда таких даже страшных. Да, понятно. Вот. Так что это, да. Так что, но в любом случае такой вот арсенал средств, да, ну вот, естественно, в том числе и фиромантия, да. Ну их масса всяких возможных признаков, ну масса гаданий по зернам, ну в общем масса, масса способов, масса, да. Вот сейчас приезжал в Петербург, уже второй раз он приезжает такой пандит из Калькутты, бенгальский, Арджун Чакраборти. Вот он профессор астрологии, он здесь читал курсы по джотише и, естественно, консультации проводил. Очень... Он связан с бенгальцем. да, он бенгальц. Чакраборти. Чакраборти. Не чакраборти, а чакраборти. Борти, борти. Просто они окают, как в Болжане. Вот, вот, ну, я знаю, да. Орубиндо. Орубиндо. Да-да-да, я знаю, что ни хока, ни хока. Почти как у Максима Горького. Обинаб. 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 Да-да-да-да. В.Б. Совершенно верно. Ну, я вот, да. Вот, Александр Яковлевич, что считаете главным своим трудом в жизни? И работаете ли сейчас над чем-нибудь? Ну, что вы любите? Может быть, особенно... Нет, это как-то мне сложно сказать. Сложно, да? Это я не беру сейчас классифицировать, да. Так, почему панишады? Это уже было... У вас остались вопросы от Марциса. Да, у меня остались... Вы знаете, они у меня вот здесь. Они очень такие специальные, техничные. Это как-то уже вряд ли специальные разбирать. Сейчас я только взгляну на них. Да, с Бог как-нибудь, если встречу с Марцисом, и пусть он меня спрашивает. Марцис – это для вас, да, в камеру говорю. Так. Вот, так что это, это, пожалуй, такого рода... Это, пожалуй, вряд ли стоит. Мы уже... Вот маленький-маленький, потому что это и мой тоже. Васильков Ярослав Владимирович говорит, что для переводчика санскрита знать санскрит недостаточно. А что же еще необходимо тогда, кроме знания санскрита? Я думаю, зависит от того, какой текст имеется в виду. Правда? Наверное. Ну, во-первых, надо очень часто знать, вот, скажем, данный, как бы, не то чтобы до речи, но какой-то... Потому что языки абсолютно разные, тексты, скажем, одно дело у Панишады. Где-то они цитируют веды, но язык вед совсем другой. Конечно. А потом, скажем, язык лирической, кришнаитской поэзии. Абсолютно другой язык. Абсолютно другой. Понимаете, так что... Либо текст по философии. Знать какой-нибудь там текст, басен, панчатантры, это еще надо дополнительно. Но это то же самое и с любой, с английской. Если ты переводишь Байрон, это не значит, что ты хорошо поймешь Шекспира, тем более Чосера. Или устройство радио, или еще что-то такое. Ну, я имею в виду, если это технический текст, или медицинский. Видите ли, ну, я не знаю, что мог иметь в виду Ярослав Владимирович. Я бы так сказал. Да, надо спросить. Было бы желательно уточнить. Да, да, да. Потому что, если иметь в виду какие-то другие суммы сведения, ну, конечно, любому переводчику надо владеть каким-то пониманием специфики той культуры, в которую он входит, и которую он, которую он, как бы, перечисляет на свою культуру, на культуру языка, на культуру понятий современного там русского литературного языка. Он должен знать в какой-то мере традиции вот русского, в какой мере какие-то термины вошли уже в слабоупотребление, скажем, в российской там философии, какие уже получили какое-то, какую-то, допустим, какие-то нюансы, скажем, какие-то, какие-то, для образованного, скажем, философа, допустим, по русскому языку. Я знаю, что из добротолюбия брали многие термины. Какие-то понятия, скажем, уже окрашены там, допустим, элементами, ну, к примеру, там, кантианства, к примеру, понимаете? Какие-то искажены каким-то чрезмерным словоупотреблением, типа там, материализм, идеализм, они вообще уже чем-то, понимаете? И использование каких-то слов означает не просто там словарный перевод, но учет того, то есть знание какой-то русской стилистики художественной в этом жанре. Да, да, да. И это крайне, крайне желательно. Может быть, он это тоже имел в виду. Можно быть. То есть переводчик всегда должен быть, ну, есть же совершенно дикие примеры, дикие, которые очень часто сейчас, я уже не помню, какой был, был перевод какого-то французского романа, выжичи лет, может быть, пятнадцать, ну, не важно, когда уже тратить время и средства на какого-то там более-менее грамотного редактора не особенно принято. Кто-то ссылается на Святого Августина, герой этого романа. Ну, кто был Святой Августин, это, ну, обычно положено знать культурному человеку. Ну, иногда можно и знать, но должно быть, допустим, комментарий. Нет, разумеется, не каждый, можно на углу вот Невского остановить человека и сказать, кто такой Святой Августин. Думаю, что не больше пяти процентов вам скажут. В лучшем случае. А может и меньше, ну, один из двадцать. Вот. Но уж переводчик-то должен это знать. Ну, или хотя бы справиться. Должен справиться. Теперь, что происходит? Какой-то герой упоминает Святого Августина. Перевод, повторяю, это не с французского языка. Что пишет переводчик? И он помянул Сент-О-Жистен, так как это произносит француз. Что такое Сент-О-Жистен? Может, это французский писатель там, двадцатого века или пятнадцатого века? Сент-О-Жистен. Ну, да. Это то, как француз приводит Сент-О-Жистен. Ну, это уже какой-то бред. Ну, да. Это пропустило. Ну, они просто и не проверяли. Роман вышел тиражом, и вот, конечно, то есть, нужна какой-то элемент культуры. Нет, ты можешь переводить какой-нибудь там бульварный роман, где чисто какая-то уголовная интрига, и для этого уже мало... Хотя тоже иногда грамотность в русском не мешает все-таки. Не мешает. Но, конечно, то есть, тут мог Ярослав Владимирович иметь в виду разные. Ну, да. Может, он и это имел в виду. А что касается внутри языка, ну, так это в любом случае, в любом случае это, конечно, желательно вчитаться в этот стиль. Иногда в авторе. Иногда автор обладает, опять же, как это говорил Боротынский, лица необщим выражением, когда действительно одно дело ты переводишь там, не знаю, там, Вольтера, другое дело ты переводишь Пруста, так сказать, неважно, то есть, надо... А третье дело Абхиновагубта. Кого? Абхиновагубту, например. Совсем другое дело. Я в данном случае перечислял французский автор. Ну, да, да. Ну, понятно. В третьем там Бергсон или еще кого-нибудь, да. Понятно, понятно. Так что это тут может быть целый ряд. Хотя мысли выражены чуть-чуть парадоксально, но, разумеется, это так. Конечно. А как же вот вы без учебника разве с Петерсоном занимались? Нет, ну, конечно, Миллер и Ктауру у нас были. Читали Савитри по этому, там же приложена Хрестоматия. Ну, как же, читали, разбирали. Да. Да. Ширну Маха Кулястринам. Савитри по Радикану. Савитри по Радикану. С тех пор помнится. С тех пор. Ну, это, вот оно... Такие строки, как и первые строки, как и первые строки детских, юношеских. Которые, да. Андра Маганна Пимуса полиутропа. Ах. Вот это нам Соболевский преподавал. Гнев о богине. Гнев богине. Нет, нет. Гнева, это начало Ильиады. А, Ильиады. Это Ильиады. Вот я и попалась. Это Ильиады, да, да. А это уже Гнедич, а то Жуковский. Но и те, и другие, как-то они чемпионы по долголетию перевода. Это все. Что когда был Гнедич, по-моему, то ли 29, 27 год, 1800, таких. Вообще уже скоро 200 лет. А вещь переиздается. Причем были минимум две попытки культурные новую создать Ильиаду. Была попытка Минского в конце 19 века и попытка Вересаева ближе к середине уже, ну, в 30-40-х годах прошлого века. И все равно переиздаются не они, они очень редко переиздаются, переиздается Гнедич. Хотя уже в течение ряда лет Ильиада Гнедича не переиздается без списка устаревших слов. Там их действительно масса. И большинство уже действительно мало кому понятно. Но вот такая судьба это уже к другому вопросу. А вообще, да, Одиссея тоже, там был перевод Вересаева тоже, да, Жуковского. Так что это, конечно, да, и какие-то строчки, конечно, запоминаются. Но это все годы, когда голова работает лучше, когда лучше запоминается. Это понятно, это понятно. Вот. Такие дела. Александр Яковлевич, я даже не знаю, как вам сказать спасибо, потому что спасибо слишком маленькое слово. Ну, Господи, и вам спасибо. Просто величайшее наслаждение. Ой, ну, спасибо вам тоже. Вересаева.